Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами Гаруш Арзуманян. И сегодня мы будем говорить о влиянии коронавируса на психику людей с местным экспертом-психологом Григором Саакьяном. Я приветствую вас, Григорь, и у меня первый вопрос такой. Какие основные проблемы выявил коронавирус на психику людей? Вот как повлиял? Здравствуйте. Коронавирус изменил много в сознании людей и жителей Минацминда частности. И поменялась вся обстановка, поменялся привычный образ жизни у людей. Они столкнулись с новыми препятствиями, возникли проблемы. Но в то же время и с собой этот так называемый коронавирус принес и возможности, о которых нужно обязательно говорить. Но что касается того, были ли готовы люди принять этот вызов, это вопрос спорный. Так как до этого не подготавливали людей к таким ситуациям. И система здравоохранения не была в полной мере готова. И у людей не было похожих представлений, что закроются границы, не могут ходить в гости, да, и из-за границы не могут приезжать родственники, да, чтобы были нормальные отношения семейные, как принято у нас. И вот негативное влияние коронавируса, на кого больше всего повлияло негативно? Да. На мой взгляд, больше повлияло на детей и на пожилых людей. Они находятся в такой зоне, что всякие изменения в первую очередь затрагивают их. Детям мы должны объяснить, что с собой представляет эта ситуация. Да, почему им не разрешается ходить в школу или, например, ехать на море. Да. И почему должны они носить маски. Почему, например, в одной стране разрешаются публичные мероприятия, а в другой нет. Все это должно быть ясным для детей, потому что они открывают мир. Этот период у них такой, что они накапливают информацию, они познают мир. Да, и все должно быть понятным. У пожилых людей возникли такие проблемы, что в первый период не ходили в гости и боялись, что при контакте и при общении с пожилыми людьми они могут заразиться коронавирусом. А пожилые люди, в свою очередь, стесняются даже попросить помощи элементарной, чтобы их смотрели и ухаживали за них. И это, в свою очередь, может спровоцировать к возникновению стрессовых ситуаций у пожилых людей. Что касается детей, дистанционное обучение очень пагубно влияет на них. И учеба через устройство не заменит полноценной учебу. Такой, как учеба в школе, в дошкольное образование, в детские сады и в высших учебных заведениях. По-моему, эти люди, да, этот слой более трудно пережил этот период. Понятно. И по-вашему, как, вот, вы думаете, как можно избежать вот всего этого и каким должен быть первая помощь, вот, слоям, таким слоям населения? Нужно отметить, что в самом начале, когда люди узнали, что распространяется коронавирус, у них не было такой паники, как сейчас. Или до того, как объявили карантин. Они воспринимали это, как одна из вспышка заболеваний, которая происходила и раньше. Каждый год люди сталкивались с вирусами и с подобными заболеваниями. Например, был птичий грипп, свиной грипп. И в то время не было такой паники. Большое значение сыграло в этом, в рассеивании паники, средства массовой информации. И когда человек, да, обращается к средствам массовой информации, а это делают в день несколько раз или повседневно, то они в первую очередь там видят, сколько человек заразилось этим вирусом, сколько погибло, да, умерли от этого вируса. И есть такой закон для обеспечения психологического здоровья, что в средствах массовой информации должно быть по сравнению много хороших новостей с плохими. Но, как показывают исследования и само наблюдение, почти во всех сайтах или в новостях превалируют негативные новости. Это, в свою очередь, вызывает у людей стрессовые ситуации. Вот, например, в первых строках, да, новостей, когда мы включаем телевизор или заходим в новостные сайты, в первую очередь в глаза попадаются новости, связанные с коронавирусом. Это, значит, потери и инфицирование, да, что, в свою очередь, вызывает волнение у людей. И по-вашему, вот, как мы знаем, коронавирус и повлияло на экономическое и социальное состояние многих наших жителей. И вот все это тоже, нет, имеет большое значение для психики людей и негативно отражается на них? Да. Экономическое состояние имеет прямую связь с психологическим здоровьем людей. Так как закрылись границы, а мы знаем, что большинство у нас едут на заработки за границу, а уже нету такой возможности. И люди пытаются выжить, да, так говоря, грубо, в данной ситуации. И они сталкиваются с экономическими проблемами, которые, в свою очередь, вызывают и психологическое напряжение у них. Это связано с тем, откуда найти деньги на проживание, как содержать семью. Вот в связи с этим государство имеет большое значение, роль государства. Так как отменены школы и детские сады, но учеба, процесс обучения идет, родители, многие родители берут своих детей на работу вместе с ними, а они, в свою очередь, заходят на конференции онлайн и тем самым обучаются. Вот такие маленькие проблемы, связанные с ограничениями с экономической стороны, могут погубно влиять на психику людей. Это связано с нехваткой времени, с нехваткой ресурсов. Но уже государство принимает меры и готовится к таким ситуациям, чтобы в дальнейшем они были готовы перейти плавно на дистанционный вид обучения. Потому что, если дома имеется компьютер, а учащихся много, чем один, то у них уже возникают технические проблемы и могут эти ученики пропустить попросту обучение. А на данный момент у государства нет средств, чтобы всем обеспечивать техническом плане. И есть, например, села, да, и места, где вообще нет интернета или скорость слабая. Это тоже, в свою очередь, приносит дискомфорт для обучения. Но в сути можно сказать, что пока люди держатся. И нету таких пагубных, да, проявлений, которые, можно сказать, что очень изменили так людей, что нельзя возвращаться в обычную стиль жизни. В этом плане пока что все хорошо, но уже принимаются меры, которые остановят все это и людям станет проще. А какие меры, насчет чего ты говоришь? Вот, да, частично открываются границы. В тех местах, где не такие жесткие ограничения, ходят в школу. При возможности, да, уменьшили время урока, но все же продолжается обучение. Да, уже тогда мы помним, что было запрещено передвигаться на автомобилях какое-то время. Теперь уже разрешается. И тем самым помогают людей справиться с теми или иными проблемами. Понятно. И у меня последний вопрос. Как влияет, какое влияние, вернее, оказывает вот все это на социальное взаимодействие, отношения? То есть, вот эти меры, которые были приняты, часть людей, как ты говорил, не могут общаться, не могут ходить в гости своим родственникам. И вот все это какое влияние оказывает на них? В нашем регионе и в основном армяне у них очень сильные семейные связи. Так как ограничения коснулись, к сожалению, и этим семейным связям, то у многих нету возможности обычного общения. Это может быть даже и с членами семьи, которые находятся за границей и не могут участвовать в этом процессе межличностных отношений. И касается друзей, знакомых, у которых на время отняли эту возможность. В то же время данная ситуация, связанная с коронавирусом, приносит обратный, несет в себе обратную связь. И многие замечают, как они воспринимают все это. Они были готовы к этому? Какие реакции у них появились на все эти ситуации? И в дальнейшем разумное решение сегодняшних проблем завтра нам поможет в преодолении будущих проблем. Проблема сама по себе, она не негативное явление. Она дает нам знание и развитие. Мы должны принимать все это, все эти явления, связанные с коронавирусом, не только с негативной стороны. Вот, например, коронавирус изменил привычный цикл жизни. и многие люди со временем осознали, что они находились, например, на чужбине, на заработке много лет постоянно и были дома в год, месяц или меньше. и то. Но у них были дети, они были женаты, у них была семья, и в развитии которого они участвовали очень мало. Но сегодня мы видим, что все они вместе с семьей и проводят время вместе. Правда, у них нету таких денежных ресурсов, которые были раньше, но по-моему у нас в первую очередь главная семейная связь. И в этом плане коронавирус дал возможности соединения с семьей. Но отняло и экономические ресурсы. Это все говорю потому, что дай бог все закончится и они уже люди будут думать по-другому. По-моему, они будут приезжать часто, чем раньше. Потому, что они уже почти год как действуют ограничения. И многие уже год находятся вместе с семьей и участвуют в воспитании детей и в развитии самого домохозяйства, в котором мужчина играет особую роль, важную роль. Поэтому нужно видеть во всех проявлениях не только негативную сторону, но и положительную. Само по себе этот вирус не представляет такой угрозы, которая трансформировалась у нас в сознании. И даже эта паника пагубно влияет на наши органы, которые сражаются с вирусами. Вот, например, есть тимус, вилочковая железа, основная функция которого побеждать инфекции, вирусы, различные заболевания. А при стрессовом ситуации, при панике, когда человек находится в нестабильном состоянии психологическом, то нарушаются работы органов, которые помогают нам справляться со всем этим. Поэтому нужно быть всегда в равновесии и понимать тщательно, что происходит, чтобы иметь ресурсы преодоления всех проблем, преград. И вот какие советы ты можешь дать нашим жителям, как должны они вести, чтобы не проявлялись такие моменты и не заболели они? Да, очень хороший вопрос, и это связано с государством и с нами. В первую очередь психология говорит, что одно из направлений психологии говорится, что человек должен осознать все детали проблемы, все должно для него быть ясно, почему, например, мы носим маски, почему есть такие ограничения, почему не могут дети обучаться в школах и в привычных ситуациях, но в то же время есть двойные стандарты, которые нельзя не увидеть и в нашей стране, и в других. Как объяснить, например, ребенку, что на данный момент в Армении можно собираться больше 60 человек, а в Грузии нет. Почему для детей нет особых масок, для взрослых есть? Я недавно видел, как дети скручивают маской, чтобы было по их размеру. В первую очередь нужно понять все, детали проблемы, чтобы в нашем сознании все прояснилось и было осознанным. В этот момент угроза она попросту уходит из нашего сознания, и проблема решается. Мы будем знать, что есть такая проблема, вирус, но мы будем это воспринимать не как страх, объект страха, но мы будем в нормальном психологическом состоянии и будем бороться с этим. Есть определенные просьбы к СМИ, которые играют большую роль в жизни людей. В свою очередь они должны давать много таких, так сказать, полезной информации, в котором не присутствуют элементы стрессора. и на первый план не должны быть показаны те новости, которые относительно являются стрессорами, которые могут спровоцировать стресс у людей. и в привычном плане мы можем заметить, что мы забыли о многих культурных мероприятиях, спортивных. Все время говорить уже почти год говорится в основном об одном и том же об коронавирусе. Многие люди попросту выключают телевизор да и смартфоны и у них уже появляется мысль, что многое мы навязали сами себе. На самом деле многое то плохое, что сейчас о чем говорится попросту не существует. И многие надеялись на государство, но само государство есть свои проблемы, которые они тоже должны преодолеть. И на самом деле нужно опираться на самого себя, а не на государство или на другие институты власти. Поэтому хочу сказать, что развивайтесь, сами проявляйте все вопросы для себя. Знаете, на сегодняшний день на самом деле можно разными способами проверить информацию. Есть много ученых, можно спросить у них по тем или иным вопросам, что из себя представляет вирус, как он действует на человека, но только важно, чтобы была научная информация, достоверная. Можно самим поинтересоваться, посмотреть, какие процессы возникают при этом у человека, но самое главное, что человек должен не забывать, что основным компонентом того, чтобы у людей была здоровая психика, они должны всегда заниматься теми делами, которые им нравятся, независимо от того, есть ограничения или нет. Понятно, что во время ограничений этот круг может сужаться по мере возможностей, но все же они будут в своем русле, в своей комфортной среде. Понятно. Спасибо, Григорь, спасибо за интервью. дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня мы говорили о влиянии коронавируса на психику людей с местным экспертом Григором Саакяном. Спасибо, Григорь, спасибо за это. Спасибо вам, также хочу пожелать вам и вашим зрителям душевного спокойствия и всех ресурсов, которые будут помогать им в преодолении тех или иных проблем. удачи вам. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . .